Привет, дорогой друг! Ты попал на канал Березки, меня зовут Алина. Не знаю, залетел ты ко мне в первый раз или смотришь мои видео постоянно, но я буду очень признательна, если ты подпишешься на канал. Но чтобы быть в курсе всех предстоящих трансляций, переходи в наш Телеграм-канал. А если ты хочешь вместе с нами смотреть сериалы, фильмы и многое другое, переходи в наш Дискорд. И самое главное, если у тебя есть что-то интересное, что можно послушать или посмотреть, переходи по ссылочкам в описании. Да, и чуть не забыла, после просмотра этого ролика не забудь оставить комментарий. Приятного просмотра! Ну, Олег, конечно, с одной стороны он поднял себя на другой несколько уровень, но вот после того, как он получил господдержку и этот грант на съемку вот этих вот исторических клипов, немного он подмазал себя, ну, как в среде музыкантов там и прочего, мол, ну, был тапочек, да, а сейчас вот, сейчас тапок, блядь, такой. Ну, всегда к нему нормально относился. У него же первый альбом, он же делал кавера там на Рыберов, там на Эминемов, там на чего угодно, и мне как-то, не помню, что-то флешку кто-то подкинул, и прям там до хрена была тапка, именно вот такого, то есть, все, что угодно он там каверил. Прикольно было. Ну, когда, ну, прикинь, мультиинструменталист пишет там партии все свои, пишет классно, и что-то говорит, правда он узнаваемый во многих треках, прям, очень узнаваемый. У него вот, ну, у них же коллаба там с саботонами, с этими, с ребятами шведами. Вот, и, ну, прям, ну, видишь, у них и тема-то историческая была, и, в принципе, он хорошую тему взял. Но, опять же, ты понимаешь, стала почва для вот этих вот, про которых последняя пристань еще сутенера, понимаешь, что я говорил. Вот они там, вот Олег хочет там рассказать, да, Олег, он рок-музыкант, там, ему, ну, как бы, классно, он клево, что историю, он не хочет рассказать. Он взял историю и ее испел, и сделал классно. Он затронул души, да, он классно. Да, да. Клево, что... Может быть, у многих, и вот я говорю, у меня тоже. То есть, во-первых, он кому-то освежил какие-то вот знания, да, об этих исторических событиях, кого-то, возможно, навеял на то, чтобы вспомнить, изучить, доизучить. Да, я не спорю, это... Не, он крутой. Тут споров вообще никаких нет. Тапок крут, и тут к нему никаких вообще, там, ни претензий, ничего. Но, я говорю, мне всегда претензии к поклонникам, которые, там, пытаются... Заметила, что у фаны такие рьяные, там, музыкантов, они прям считают, что это их. Потому что к этому прикасаться никто не должен. И только они, вот, все знают об этом, все остальные дураки. И лохи конченые, и вообще ничего не понимают, и вы ничего не знаете, что хотел сказать. И одно дело на бумажке написать, и думаешь, там, атака это мертвецов. Ну, слыхал я когда-то, там, было, да, там, что... Ну, как бы даже не загонялся по этому поводу, да, что был факт такой. Вот реально, ну, да, был он. Я помню, у меня была эта... Был фильм такой, Арсенал назывался, он фильм, по-моему, 30-х годов, по-моему, даже немой какой-то. И вот он был, вот, про испытание вот этого хлора, там, очень такое мрачное. То есть, ну, все это абсолютно реальные такие, ну, ну, не отлаз... И вы, вы историк, вы в музее работаете, вы не знали? Ну, я че, ну, может, и слышал, ну, сейчас вот уже. Не то, что узнаю, сейчас почитаю, сейчас посмотрю, там, освежу, как ты говоришь. Да, это вы понимаете, когда вы в этой области, и вы что-то не знаете, как, 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 какой из вас специалист сразу, да, все-таки, в этой ванной критике. Да, мне наплевать, я знаю, в чем я специалист, а в чем не специалист. Меня этим не купишь просто. Меня просто злит, что сами-то по себе, там, и себя ничего не представляют, а вот кичат, понимаешь? Это же все наигранное такое. И все на бумажке, понимаешь? Это же не тет-а-тет беседа, когда, ну, в глаза, да, и когда можно вывести на чистую воду, там, одной фразой. Это все, вот это, все в чате, это пиши, что хочу, как, как хочешь. Да, во-первых, как бы тут, грубо говоря, одно действующее лицо. Все сидят максимально для своей комфортной среде, обстановки. И тут, да, сейчас, обновали мы. Ну, как-то так. Юля, меня очень расстраивают негативные комментарии, но я их не сильно близко к сердцу беру, как бы. Иначе, да, не хватит. Больше с сомнением есть вот такие какие-то комментарии, которые, знаешь, зерно сомнения какое-то. То есть, он не отрицательный, но и неположительный. И такое, знаешь, колебание. И для вот этого надо прям что-то разъяснять. А вот это разъяснять не хочется, потому что ты никогда текстом не объяснишь, эмоцию свою не передашь. То есть, вот хоть ты тресни. И, к сожалению, сейчас правило вот написания вообще там текста, оно немного изменилось. И поэтому даже положительный какой-то там коммент я могу прочитать как агрессивный какой-то. Потом уже пересматривая такой, думаю, такие уже не нормальные абсолютно. А написан так, ты читаешь прям и слышишь, как он говорит, а ты чё там, да. Есть такое, да? Да, вообще я тоже себя начала в какой-то момент. У меня прям просто, если это ещё какую-то на скорую руку, что-то там прям получилось. То есть, как первое восприятие, ты теперь сейчас огонь, потом вообще, я в какой-то момент подсела. Буквально несколько секунд, там несколько комментариев. Меня такое вывело. Я чё-то прямо ответила на что у меня, у меня муж потом чё-то как-то сел, он как этот контролер у меня. Ты чё тут, говорит, настрочила, я говорю, а чё им пишет? Ты даже не вчиталась, Юрю, о, блин, тут читать надо. Я говорю, я первую прочитала, первое, что получила, после этого восприняла и поняла, говорю, вот пошло. А вдруг, вдруг это взрослый человек, а это понятно, что он чё-то... Ну, в общем, я потом думаю так, вот если какая-то вот прям вот какая-то какаха, всё. Или вообще её удалить, чтобы она тебе просто не мозолила глаз, чтобы ты о ней не помнил, там, или ещё что-то. Я стараюсь как бы вообще всё сохранять вообще просто нейтрально. Я после этого начала как будто дэн, ловим дэн, всё, успокоились, просто через сито пропустили, и всё, и счастливо. Ну да. У меня был такой в самом начале канала, я же ещё что-то, был один чел, который прям чётко, что рэп – это там поэзия, вот ты ничего не понимаешь, там, я говорю, да какая нафиг... Сейчас я могу сказать, что рэп текста на порядок выше по содержанию и эмоционально, чем рок тексты, и по смысловой нагрузке, это я сто процентов. Вот, и был ещё такой чел, я не помню, как там, по имени-отчеству, видимо, он такой достаточно в возрасте, он что-то писал. Вот ты вроде взрослый человек, я смотрю, и прям там огромный коммент такой был, что ты чем-то занимаешься, вот эта вот шалупонь, короче, которая тебе не надо, ты, там, у тебя другие задачи в этой жизни, а ты там что-то им подакиваешь, всё. Ну что я просто, грубо говоря, ему чётко написал, я не помню, он там ответил одной строчкой, спасибо, извините, пожалуйста. Вот я говорю, вот именно эти, которых мы слушаем сейчас и обсуждаем, возможно, когда тебе схеровит где-нибудь, блядь, там, на остановке, и ты будешь сидеть, держать за сердце, и он тебе подойдёт и поможет, и спасёт тебя от неминуемой смерти, блядь. И какого хрена ты имеешь право на эту молодёжь, которая, это всё маска, вот это всё маска. Я вот после знакомства с многими ребятами молодыми, я понимаю, что вот это всё нахуй, захуй, всё это, ну, это вот там. Они нормально, адекватные все, абсолютно, и понимающие, и с уважением к старшим, это очень круто. И когда вот это вот пишет, да ну, всё это, блядь, это вот этот мусор, короче, там, то-то-то, я его прям очень сильно... И он такой, да, извините, там, ну, как бы там, тут-то-то, видимо, что-то донёс, всё донёс, ну, не знаю. Опять же, с какой интонацией это, извините, может, ну, извините, может быть и так, понимаешь? Кто знает. Ну, я для себя определил, что он понял, да. Ну, что он понял это. Слушай, давай, что там? Радио Тапка. Радио Тапка. Немножко верабый. На мой последний вздох. Ко мне явился Бог, и он мне сказал, стыдно кем ты стал. И дьявол вслед за ним, рассеяв ядкий дым, Мне мораль прощал, что он не при чём. Я запутан. Я запутан, где правда и ложь, что посеешь, то в итоге пошнёшь. Я один, я один, я встаю врат с обратной стороны рая, называемый, 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 ас. Сегодня Бог сказал, мне стыдно кем ты стал. Мой забыл. Мой заблудший сын, я согласен с ним, и дьявол маску сняв, свое лицо подняв. Он выглядел, как я. Он выглядел, как я, и отвёл лишь взгляд. Я запутан, где правда и ложь, что посеешь, то в итоге пошнёшь. Я один, я встаю врат с обратной стороны рая, называемый, называемый, ас. Я погружаюсь, я опускаюсь, не жалею ни о чём, всё ниже с каждым днём. Хорошо, хорошо. Ко мне всё ближе с каждым днём, мой финал, мой финал, 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 всё ближе с каждым днём. Я запутан, где правда и ложь, что посеешь, то в итоге пошнёшь. Я один, я встаю врат с обратной стороны рая, называемый, ас. Вот у тапка есть особенность вызывать эмоции и топовость припевов, какие-то строчек, которые цепляют, понимаешь? Я под тапка, ну не то, что плачу, а слезу пускаю частенько. Это настолько кратко, лаконично, но вот цепляет так, что да, прям нанизывает. Да, там Петра Павловская, там чушь, только всё побежала, гордость какая-то, там ещё чего-то, то есть, понимаешь, там, ну вот у него есть, это тоже умение определённое, понимаешь? У него ещё голос, вот за счёт, у него очень мощный голос, вот с этой хрипотцой, мне кажется, вот коллаборация. Ну это он, это он знает, зная роковую всю эту фигню, это же всё он, ну как бы наворачивает. Да, 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 это он спецово делает этот голос и хрипотцу эту всю, на самом деле у него же голос не такой, там никакой не хрипотцой, там у него голос, ну, ну нормальный голос, он, я не знаю, тембрально, может быть лирический баритон у него, то есть, такой вот, может повыше, чем у меня, вот. А здесь прям, как бы он такой, да, а нет, ну, как бы, там никогда не скажешь, ну, это роковое пение, это своя школа, то есть, там свои же фишки есть, и все эти намазоленные глотки, то есть, попробуй ты там, да, порычи, или все эти гроллы, даже две минуты не сделаешь, потому что тебе хана. Тот же и Алекс Трибл, он рычит постоянно, и вон Минема, этого Оксимирона, Оксимирон же скорость читки сама понимаешь, да, какая, и он умудряется вот этим гролом, блин, читать в таком же темпе, ну, то есть это пипец, это вообще, то есть тут открытым голосом люди не могут, вот, а он еще на искаженном этой всей волне, то есть это все делает, поэтому, ну, тапка все, он по классике, он рокер классический просто-напросто, ему, опять же, вот это он понимает, он наслушан, у него очень богатый, видимо, опыт, как бы, ну, меломана, может, да, там, как вот, поэтому, ему очень легко это делается, я не знаю, как насчет трека, все остальное, но то, что он звучит, это, безусловно, прям круто, все бы он не делал, все это прям топчик просто. Ядовитый, но кто? Ядовитый, но кто? Ядовитый, но кто? Да, что-то я впервые слышал, ну, может, не впервые, но... Не, ну, как тебе объяснить? Может быть, слышали, просто, да, забыли. Да, 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 замылилась.